Ола, амигос, на связи Матвей, да, как вы могли понять по названию, да и по последним видео на канале, я ухожу из Фортнайта. Ну и сегодня в этом видео я вам расскажу, почему, зачем и как, и куда я ухожу. А, ну ещё розыгрыш в конце будет. Ну а вот, кстати, первый и рандомный комментарий из последних трёх видео на канале. Думали я про вас забыл? Конечно же нет. Ладно, давайте начнём. Первая самая очевидная причина, на мой взгляд, это, конечно же, смерть Фортнайт Мобайл как игры. Ни для кого не секрет, что Epic Games похерили мобильную версию своей игры, со всеми разосрались, на iOS она ближайшие 5 лет не появится, ну а на Android вы сами прекрасно знаете, что происходит. Да и вообще, СНГ-сообщество мобильного Фортнайта держится на маленькой ниточке, которой и является мой канал, да и в принципе моё сообщество. И этим видео я хочу не только заявить о своём уходе из игры, ну а также официально похоронить Фортнайт Мобайл в ру-сегменте. Вторая и самая главная для меня причина, это, конечно же, маленькая аудитория у Фортнайт Мобайл конкретно в ру-сегменте. Вы знаете о том, что я снимаю Фортнайт Мобайл уже больше года и на моём канале практически 22 тысячи подписчиков. Так вот, вся моя аудитория, которая на меня подписана, которая меня смотрит, это и есть вся аудитория Фортнайт Мобайл в ру-сегменте. И расти выше мне просто некуда. Одно дело, если бы Фортнайт вернули на iOS, тогда бы появилось много новых игроков, мой канал бы очень жёстко взлетел. Но, так как вы знаете, что в ближайшие 5 лет Фортнайт на iOS точно не появится, соответственно, чего мне ещё ждать от Фортнайт Мобайл? Да, я бы мог дальше снимать Фортнайт Мобайл, иметь 6 тысяч просмотров в среднем, некоторые видео бы на десятку залетали, но вы должны понимать, что это постоянные зрители, которые будут меня всегда смотреть, а я хочу двигаться дальше. Я не думаю, что такими темпами я бы смог капнуть даже 30 тысяч подписчиков в конце этого года. Третья причина моего ухода из Фортнайт Мобайл это, конечно же, контент. Дело в том, что я отснял все возможные видео по Фортнайт Мобайл, которые вообще можно было придумать. Вы, наверное, заметили, что в последнее время я часто снимаю видео, вообще никак не связанные с Фортнайт Мобайл. И, честно говоря, только это помогло мне ещё хоть как-то немного повысить количество подписчиков. Опять же, да, я могу снимать однотипные видео по теме повышения FPS в Фортнайт на телефоне, и это будет набирать хорошие просмотры. Я могу высасывать тему абсолютно из любой небольшой песчинки, как-нибудь связанной с Фортнайт Мобайл. Это тоже будет набирать просмотры. Дело в том, что я просто не хочу этого делать. Ну и под конец хочу добавить, что все цели, которые я ставил при создании данного канала по Фортнайт Мобайл, как ни странно, я уже выполнил. Я стал автором самого крупного сообщества по Фортнайт Мобайл во всём СНГ, познакомился со всеми крупными ютуберами по Фортнайт в целом, с которыми сейчас просто общаюсь в личных сообщениях, получил от них признание, заработал немного денег, понял, как продвигаться на Ютубе и как вообще снимать видео. Когда-то давно, в девятнадцатом году, я спокойно сидел и играл в Фортнайт на своём айфоне, смотрел у Пола, Мурчи, других ребят по Фортнайту и даже не мечтал о том, чтобы стать частью их комьюнити, чтобы работать с ними бок о бок. Но, как вы можете заметить, в жизни всё возможно. Ладно, думаю, с этим мы разобрались и теперь давайте немного поговорим о том, что же я буду делать с каналом дальше. С Ютуба в любом случае я никуда уходить не собираюсь, просто хочу поменять вектор развития своего канала и не фокусировать внимание на конкретной игре. Теперь моя цель иметь в общем мобильный техноигровой канал. Вот вы знаете Шевцова с его каналом Айтипедия, знаете Вилсакома, соедините всё это в одно целое, сделайте их контент исключительно по мобайлу, вот именно так я вижу свой канал в будущем. Я буду пилить обзоры на игры, девайсы, просто новости, но связанные с мобайл сферой. Почему? Потому что мобайл это про будущее. Ну даже из Фортнайта я по сути-то уходить не буду, просто это будет не основная тема моего канала. Да, Фортнайт ещё будет мелькать в моих видео в качестве игры для тестирования всяких телефонов, буду обозревать новые сезоны, ну и всё такое. Просто прежнего контента по Фортнайт Мобайл, который всё это время был у меня на канале, вы больше никогда не увидите. К слову, хочу сказать, что уже завтра я начну постепенно скрывать видео по Фортнайт Мобайл на моём канале, поэтому, ребят, у вас есть ещё шанс их посмотреть, пока что они не пропали. Ну а касательно тега автора, ребят, продолжайте его вводить, и это лучшая для меня поддержка, делайте скрины ваших покупок и добавляйте в альбом ВК группы. Потому что, если видео будет даже не про Фортнайт, в любом случае, в конце ролика вы всё равно увидите свой скрин. Ну а теперь, наверное, самая долгожданная тема этого видео, конечно же, последний розыгрыш. Короче, как в прошлый раз, я разыгрываю... Короче, как в прошлый раз, я разыгрываю три рандомных подарка из магазина предметов ценой 500 вибаксов. Условия — оформить подписку на этот канал, на мой канал по Майнкрафту и на мой канал по КРМП. Ну а также, под тремя видео с этих трёх каналов, ссылки на которых вы сможете найти в описании, включая это, оставить комментарий такого содержания. Хэштег «Участвую» и свой ник либо в Инстаграме, либо ВКонтакте, чтобы я смог вас найти в случае выигрыша. 17 октября в 7 часов по московскому времени на этом канале я буду проводить стрим, на котором и буду определять победителя в этом конкурсе. Ну а на этом у меня пока что для вас это всё. Огромное спасибо за просмотр этого видео, обязательно ставьте лайк, если вы поддерживаете моё решение. Ну а также, просто вам огромное спасибо за то, что смотрели мои видео по Fortnite Mobile всё это время. Ну а также, если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши, с какого количества подписчиков ты вообще меня начал смотреть. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Да и в общем, в комментариях пишите, какое видео на моём канале вы считаете самым лучшим лично для вас, будет интересно узнать. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, астало эго. Субтитры сделал DimaTorzok